Ну что, дорогие друзья, мы с вами едем в Геранёны, и тем временем мы едем возле белорусско-литовской границы. Здесь, конечно, грунтовка, но вот вы видите хоть как-то. Литовская Ягоза. Буквально, наверное, ну сколько здесь, километр до границы с Литвой. Здесь находится сейчас будет пограничная застава Геранёны. Конечно, трясёт, но как я пытаюсь вам заснять, я думаю, вы что-то там и увидели. Но факт в том, что литовцы тоже оставили забора, как и поляки. Вот она, дорогие друзья, литовский забор. Там уже Литва, вот все деревья. Евросоюз. Самая близкая мы находимся к границе, и дальше она уходит на север. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами прибыли в Геранёны. Передо мной, а сзади вашего экрана находится костёл Святого Николая. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот только что перед заставкой видели литовскую границу. Её можно снимать, хотя у нас границу запрещено. Мы засняли немного. Ну а сейчас мы всё посмотрим дальше. Сам гостёл Святого Николая был впервые построен в 1529 году. Но в середине 18 века здесь в нём произошёл мощный пожар. Затем он был реконструирован с 1771 по 1779 года. А ещё в 19 веке были достроены всякие пристройки. И окончательно он был уже окончательно был реконструирован в 1883 году. По картам, которые я вам в Ивье показывал, золотое кольцо Ивичины, геранёны также входят. Так что у нас сегодня это практически золотое кольцо Ивичины, не считая Воложина. Посетили Ивье, посетили Женославль, также я проехал населённый пункт Субботники и теперь мы в Геранёнах. Также в Геранёнах есть руины Геранёнского замка. Они находятся вот там вот, в том вот леске. Сейчас мы подойдём. Ну а дальше мы с вами видим такой информационный щит, про котором написаны решки Геранёнского замка. Ну, кто не знает, что такое решки, это руины Геранёнского замка. Вот так вот он выглядел. Квадратный из четырёх башен. По бокам ещё рвы, судя по всему, с водой были. Ну вот, можете почитать всю его историю. Рубь я вам не пересказывал. Несохранившийся памятник архитектуры конца 15-го, начало 16-го века. Здесь также в 1537 году здесь состоялась свадьба Барбары Радивилл и Станислава Гаштольда. А так вы можете увидеть руины замка, вот, в 19-м веке, которые нарисовал, например, Наполеон Орда, знаменитый белорусский художник. То есть вы видите, уже даже в 19-м веке от него ничего практически не было. Так как он был разрушен во времена Российской-Польской войны 1654-1667 года и также во времена Северной войны 1700-1721 года. Вот он находится, приблизительно находился там. Также есть еще такой вот информационный щит, историко-культурная ценность, мастатские практики, соломоплетение, соломоплетение Гронинской области. Такая вот тропинка ведет, даже сделаны некоторые перила, которые дают спокойно подняться людям более преклонного возраста. Ну, в общем, я вам скажу так. Что Геронены, что Жмаслава, что Субботники, то есть те населенные пункты, которые находятся вблизи литовской границы, они здесь очень-очень оккультурные, здесь очень хорошие дороги. Не считая вот этого двухкилометрового участка, который я ехал по грунтовке, не знаю, что его не успели сделать, а так здесь дороги очень-очень хорошие в Игорьском районе. За это очень большой респект. Ну и вот мы с вами и ходим по руинам замка. А вот я и вижу некоторые его руины. Вот, смотрите, например, вон там. Это что-то, я вам скажу, наподобие Новогрудского замка. Тоже остатки руин, он там чуть побольше. Вот они, часть этих руин. Ну, как пишет интернет, руин они высотой не более 1-2 метров. В принципе, что, наверное, в 19 веке, что в 2023 году, наверное, приблизительно одинаково так и осталось. Ну, вот мы с вами видим полуны такие. Это и есть остатки такие. Кирпич есть. Интересно. Кирпич и камни волны. Ну и вот, в принципе, и все. То есть, вон, рвов всяких, да, очень много. Давайте вот попробуем сюда зайти. То есть, вот, по сути, получается, это и был вот ров, да, то есть, мы с вами по нему прошли, да, он был наполнен, скорее всего, водой. То есть, первый ров, да, точнее, первая, скажем так, преграда, да, затем идет ров с водой. И вот, получается, это было, получается, башня. Это вот осадки от одной башни. Там, получается, находилась вторая башня, третья башня. И, получается, вот эта вот четвертая была башня. Ну да, как и пишут, да, один-два метра высотой. Ну вот оно, в принципе, так и есть, чуть выше меня. Два-десять может каких высотой. В общем, из-за войн, которые, вот, были, Северная война, Русско-Польская, скажем так, да, 17 века, война Российской империи с Речью Посполитой, да, вот они и привели это все в упадок. А в 19 веке замок, практически, вот, его как раз-таки разобрали на охоз постройке в населенном пункте Лепнишки, что здесь тоже так же неподалеку. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое вот получилось у нас турне. Очередное турне по Беларуси. Воложин, Ивье, Жмыславль и Геранёны. Мы с вами видели не только все это. Выбывали на фест какой-то 2023, а также увидели литовскую границу. Ну, а с вас лайк, подписка, колокольчик. Спасибо, что посмотрели это турне. Всем удачи, берегите себя. Пока-пока. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...